Всем привет! Меня зовут Ника, спасибо, что заглянули на этот канал. И сегодня мы будем с вами делать подготовку к камбэкам. Нашу стандартную рубрику, сегодня два камбэка. Один у нас Тейона, который уже прошел, и второй Шайни, который еще не наступил. Поэтому, как я обычно и делаю, для Тейоны мы уже с вами будем смотреть на виш-листы фотокарт и обсуждать исключительно карты, а для Шайни посмотрим на детали альбома и обсудим немножко версии, в принципе, мои ожидания от камбэка. Да, я думала, есть ли у меня еще что-то, для чего мне нужно сделать сетап, но я не придумала на данный момент, поэтому мы ограничимся с вами только двумя камбэками. Но это довольно прилично, потому что, если для Тейона количество филеров выглядит еще более-менее адекватно, то для Шайни я даже не хочу даже обсуждать эту тему на самом деле, но все-таки мы снимаем это видео. Я думаю, начнем с Тейона, как с менее травмирующего опыта, потому что там, в общем-то, ничего такого сильно сложного я пока не вижу. И да, у меня здесь Binder Twice, исключительно потому что Тейон тоже находится в нем. Но начнем мы с виш-листов. Да, сначала давайте посмотрим на виш, я покажу карты, а потом уже будем думать, какие и куда располагать. Все филеры я сделала заранее, потому что иначе это было бы видео 3 часа, расписываем все филеры для Шайни. Но давайте переходить к вишу. Итак, давайте начнем с обычного стандартного альбомного виша. Если что, да, я нашла его в Твиттере, вот у этого пользователя скачала. И у Тейона получается 5 версий для альбома. Три большие, это Thorn Collector Archive и две, скажем так, маленькие Digipec и S-mini. Я, в общем-то, планирую рано или поздно завестись всеми. На данный момент у меня куплено только коллектор и Thorn версия. Да, но собирать я хочу все карты его альбомные, по крайней мере, такой мой план. И, в принципе, их по три на версию, что очень неплохо выглядит в байндере на 9 ячеек. Мне кажется, в принципе, коллекция Тейона хорошо смотрится именно в нем. Я даже, у меня нет какого-то желания перемещать его в А5, хоть, может быть, именно по размеру коллекции это было бы логичней. Но в плане сетапа мне все очень нравится. И карты, карты восхитительные. Мне очень сильно нравятся его карты в S-mini. Вот это, например, и вот это, наверное, моя любимейшая. В принципе, также мне очень нравятся вот эти два образа и карты в них. Да, у нас здесь вот тоже есть такая карта. Вот это очень милое и прикольное, мне кажется, интересное. Да, и здесь тоже супер милое выражение лица. Это, конечно, ну, хорошо, окей. Контент разный, может быть. Ну, это забавно на самом деле, да. В целом, Тейон, на мой взгляд, один из лучших, в принципе, делателей селфи, скажем так. Селфи-тейкеров, давайте так его назовем. Мне очень нравится собирать его карты. Я всегда искренне получаю удовольствие. И, конечно, когда я узнала о сольнике, я тоже в том числе была очень и очень рада тому, что у меня будет много классных селфи, скорее всего. И я не удержалась и заказала как раз-таки, почему у меня есть две версии уже. Я заказала предзаказки, потому что, да, это виш предзаказок от того же человека. Он может быть не обновлен на сегодняшний день. Тут где-то, да, вот блюры все еще. Но это не важно, потому что я купила, я купила аж три альбома. Я не смогла выбрать. Сорн-версию я купила с предзаказкой Apple Music. Мне, в общем-то, нравятся обе. Наверное, вот это чуть больше, но чуть забавнее. Но я буду рада любой. Я, в принципе, по этому принципу и шла. Например, Кейтаун я думала купить, но вот это мне очень нравится. А вот это, на мой взгляд, очень похоже на альбомку из S-mini. Вот эту фон чуть поинтереснее, но в целом тот же образ рыцаря. Поэтому я подумала, что не хочу. А вот для коллектор-версии я не смогла выбрать. Мне очень нравится Music Korea. Тоже обе карты. Вот это чуть больше в очках, но обе классные. И, конечно же, Мейкстар. Голографическая карта от Иона. Это была мечта. И тоже обе классные. Вот это чуть больше, наверное, мне нравится. Но в целом я тут, я, конечно, думаю, что будет подбор, наверное, по приходу. Я поучаствую. Но и зеленые волосы от Иона. В общем, я не смогла выбрать. И по итогу у меня будет три предзаказки, что тоже идеально вписывается в сетап. У нас все по три. И итого карт 18. Идеально. Просто все идеально в этом альбоме, включая сам альбом. Мы, конечно, поговорим про Шалала подробнее, когда я буду распаковывать альбомы на том или ином этапе. Я боюсь, да, распаковка будет запоздала, потому что я бы хотела, наверное, дождаться всей версии, собрать и сделать ее. Но это один из лучших альбомов года для меня на данный момент. Шалала, один из топ-треков. Я в восторге. Это настолько не музыка. Это настолько NCT. Он, да, не зря тут с зелеными волосами у нас щеголяет. И он просто апогей, мне кажется, того, что пропагандирует NCT. И это шикарно. Это просто шикарно. Но давайте переходить. Да, я сделала филеры, как я уже сказала. Я думаю, на самом деле, что Digipeg и Сми не пойдут на вторую страницу вместе с предзаказками. А три наши основные большие версии будут на первой страничке. Скорее всего, я сделаю сверху аркайв, в центре коллектор и внизу thorn. И вот эта карта пойдет в центр. Мне кажется, это будет самое прикольное расположение. А здесь в центре будет красная. Да, а здесь розовая. В общем-то, как-то так. Я думаю, у нас центр будет более цветной. А карты по бокам такие более в спокойной цветовой гамме. Такой план. Но там уже будет видно, когда получу сами карты. Давайте переходить в байндер. Итак, да, пролистываем twice на сегодня. И я на самом деле думаю сделать разделитель для этого байндера. Но с другой стороны, мне кажется, что рано или поздно я их немного переорганизую. Потому что коллекция twice растет. И я потенциально хотела бы ее расширять в скором времени. Да, и возможно я с NCT с кем-нибудь другим скооперирую. Но в любом случае я хочу сделать разделитель. Потому что эта коллекция не такая большая, чтобы иметь свой собственный байндер. Но мне бы хотелось что-то прикольное на обложку. Да, и мы с вами идем, я думаю, после Ayo, но перед кино. Я не хочу трогать кино. Пусть они так и будут в конце. Потому что это такая коллекция очень несерьезная, скажем так. Я не знаю, потом следующий камбэк. Я думаю, если там будет мало карт, то я его попробую интегрировать вместе с Ayo. Если же нет, то, наверное, он пойдет после Шалала. Будет видно. И мне нужно, да, две странички, как мы с вами уже посчитали. Белые бумажки у меня тоже закончились, поэтому использовала я белые филлеры, протекторы от Dragon Shield. Так, давайте сначала распределим, как мы с вами решили. Все предзаказки у нас идут на вторую страничку, как и S-mini. И, да, эти все штучки у меня тоже закончились. На Шайне вы вообще увидите полное разнообразие. Но и здесь я тоже использовала все стикеры, которые только были. Мне нужно будет купить себе новую. Так, да, и Digipec. Это у нас вторая страничка, а это первая. И, как мы с вами решили, Thorn-версия пойдет вниз. Да, я сделала полноценные филлеры под каждую карту, потому что не уверена, когда ко мне, как я уже сказала, придут все альбомы, когда я таки все докуплю и сорганизую. И как вообще все будет в плане докупания карт. Думаю, что это займет у меня какое-то время, но надеюсь, что не очень долго. Я, в принципе, видела, его карты уже идут не очень дорого. Поэтому я не вижу тут каких-то сильных проблем. Плюс тут, естественно, что-то выпадет мне в альбомах. В коллектор-версии даже две карты, я надеюсь, две разные. И коллектор-версия у нас пойдет в центр. Здесь у меня еще оставалось пару бумажек, я их использовала. Но пока как-то вот так у нас будет выглядеть первая страничка. И вторая. Здесь диджипеки пойдут, я думаю, сверху, потом S-mini, потому что это мои любимые карты. И внизу будут предзаказки. Может быть, я перемещу предзаказки в середину, чтобы мейкстаровская голографическая была в центре. Но, с другой стороны, мне нравится идея, что сначала идут все альбомки, а предзаказки внизу. Хотя, да, наверное, предзаказки в центр положу. Мне кажется, чисто визуально так будет выглядеть интересней. Но это все, да, может меняться. Все наши сетапы всегда весьма предварительные. Так, S-mini. И здесь, я не знаю, давайте Music Korea будет первая. Apple Music. И в серединке Мейкстар. Да, и вот так вот две странички у нас займет Solo. В принципе, по сравнению с Solo Shiny, это, как я уже сказала, не так-то и плохо. В плане количества и распределения фотокарт по версиям. Мне все понравилось. Никаких претензий к SM не имею в этом плане. И очень-очень жду альбомы. Я смотрела пару распаковок. Они шикарные все. И все концепты шикарные. Я, да, просто не могу дождаться, когда докуплю все и получу все. И теперь давайте переходить к Shiny. И тоже мы с вами начнем сначала с планшета и с версии альбомов. А их много. И так, мы с вами пойдем по очереди, как они у меня тут сохранены. Это у нас восьмой полноформатный альбом Shiny Hard. И я сам решила, что если альбом называется Hard, то все должно быть Hard. Это просто, не знаю, мне кажется, хардовии не было у Shiny альбома. Я очень переживаю. Я честно очень переживаю уже за сбор. Я собираю всех мемборов. И да, это много фотокарт. Спойлер. Вы видели, сколько филлеров я сделала. Но давайте быстро пробежимся по версиям. Первая у меня здесь сохранена S-mini. Здесь у меня, в общем-то, претензий нет. У нас 4 версии. 4 фотокарты. Одна из 4. Все вот эти превьюшки, конечно, уже меня очень интригуют. Потому что, мне кажется, сами карты будут шикарные и очень красивые. Образы тоже, ребят, красивые. Мне все нравится. В общем-то, концепты, версии. Я, наверное, тоже хочу все. Для Shiny я стараюсь, в общем-то, собирать все версии. И вот эти версии по мембрам, наверное, я тоже хочу все потенциально. Но посмотрим, как получится. В общем-то, тут проблем не будет, если я куплю 4 версии. У меня, в теории, будет 4 фотокарты для обменов, если мне не повезет в плане выпадения рандома. Дальше диджипеки. Здесь ситуация такая же. И мне очень нравится вот этот концепт. Вот эти я точно хочу все 4. Они такие классные. И обложки классные. Образы Джиньки, конечно. Что-то с чем-то. Мне очень жаль, что Джиньки не участвуют в продвижении. Но здоровье, естественно, дороже. И я рада, что он его приоритизирует. Хоть и понимает, как сильно мы ждали возвращения всей группы. Но, да, скорейшее ему выздоровление. Он в Bubble каждый день постит кучу еды, которую он ест. Поэтому я надеюсь, он хорошо питается и скоро поправится. И здесь тоже в фотокартах в плане все хорошо. Мы уже здесь видим, что Джиньки будут тут тоже с длинными волосами. Я не могу просто дождаться. Это все выглядит очень-очень классно. И да, 4 фотокарты, 4 версии. Тоже ничего странного. 4 мини-постера, которые не рандомные. Да, больше тут ничего интересного нет. В принципе, наполнение достаточно бедное, если честно. Дальше идет наша первая версия с фотобуком. Она называется у нас Dreamer. И это вот такие классные образы. Тоже мне понравились. Они очень сильные. Обложка классная. Будет прикольно. Здесь у нас тоже фотобук. Какая-то открытка рандомная, одна из четырех. Но открытки нет, я собирать не буду. Это уже слишком. Постер, который меня не интересует. И самая жестокая вещь, которую я сам когда-либо со мной делал. Одна из 8 фотокарт. Я не знаю, честно. Я очень боюсь, что это будет как с God's Beat, где карты из-за того, что там две фотокарты на мемберку, а в альбоме дают одну. Особенно популярные мемберы стоят космически. И я переживаю за Тэмина, честно. И мне бы не хотелось накупать кучу альбомов именно вот этих версий. Может быть, я бы хотела один себе дополнительно, чтобы сделать обложку для Пайнтера. Но, в принципе, не более того. Я думала, что я куплю себе сет и буду просто докупать остальные карты. Но это получается, что мне надо будет докупать по 7 карт на версию. Я очень переживаю по этому поводу, честно уже. И не знаю, какое будет ценообразование. Насколько их легко будет находить в разборах, в шопах. Не знаю, не знаю. Очень жестоко со стороны СМ. Я боюсь, что этот камбэк я буду собирать просто до 2025 года. Так, давайте вот эту, наконец, оставим. Вторая версия с фото-буком Рана. Да, вот эти концепты в джунглях. Мои любимые. Первые, которые нам показали. Мне они очень-очень нравятся. И мне кажется, это вот настолько в духе Шайни. Именно особенно последнего времени. В принципе, на мой взгляд, пока альбом такой очень в духе Шайни. Но это что-то дает мне вот вайбы Don't Call Me, вайбы Fake Reality. Что-то, не знаю, мне кажется, есть тут. Есть тут какое-то смешение Fake Reality и Атлантиса. В остальном наполнение абсолютно такое же. Открытки, постер и фотокарты. Одна из восьми. И здесь все фотокарты в джунглях. Это очень мило. Сами карты, мне кажется, будут прекрасные. Я даже не сомневаюсь. И они, в общем-то, выглядят все сняты в концепте. То есть у нас, скорее всего, будут нормальные сеты. Один сфоткался в машине, другой в лифте, третий в кафетерии. Что тоже прекрасно. Мейкер-версия вот здесь. Да, вот здесь, конечно, джиньки выделяются. Но остальные трое, они сфоткались на море. Это, видимо, те легендарные фото, которые нам в шайне постоянно постят фото из бассейна в последнее время. Но джиньки не постят. Джиньки не такой. Джиньки не постят нам фото голышом из бассейна. Поэтому, видимо, у него их карты нет. Но эти-то троица, да. И тут тоже, конечно, все сфоткались на желтом фоне, джиньки на зеленом. Он просто особенный, давайте признаем это. Он всегда был особенным. Я готова ему это прощать, потому что, да, его карты в этих образах и с длинными волосами явно будут шедевральными. Но карты шайне на фоне морюшка, ну, это, конечно, да, мечта мечтой. В остальном наполнение такое же. И самая наша такая, скажем так, интересная версия, плей-версия. Она у нас идет в концепте настолки. То есть коробочка. Здесь нет фотобука, но здесь есть фишки. Почему-то рандомная одна из четырех. Лирик-борд, который, я так понимаю, является и текстами, и игровой доской. Мини-постеры, которые, я не знаю, может быть, там какие-то задания. У нас есть правила, что очень интересно. Мы обязательно все это посмотрим. Сложенные постеры, рандомные. И фотокарты. Здесь ситуация чуть лучше. Здесь нам дают одну из четырех селфи-карту. И вот здесь тоже что-то на природе очень красивое. У всех, по-моему, да. Тоже будет явно шикарный сет. И также нам дают одну из четырех групповых карт. Я люблю групповые карты в сайне. Вот это явно будет супер милое. Это явно селфи. Причем она вертикальная. Эти три горизонтальные. Но тоже, я так понимаю, это селфи. Как минимум вот это точно. Но мне кажется, они все селфи. И сзади прикольные их рожицы. В общем, мне нравится. Я думаю, что... И я так понимаю, они написаны... Они написаны почерком разных мемберов. Может быть, и селфи делал каждый. То есть, например, это селфи делал онью. Это селфи делал ки и так далее. Было бы классно. Это была бы отличная идея. СМ, наймите меня. Я, да, я хочу их тоже собирать. Ну и, в принципе, здесь хотя бы нам дают две карты. Хотя бы, окей. Я допускаю. К тому же это дает нам, скажем так, четное количество. Потому что, да, мембера четыре. То есть на одной странице я буду делать два сета. И без групповых карт их девять. Изначально у меня была идея собрать десятом сетом предзаказки и групповые положить в середину. Но я так сильно стрессую, что я не хочу никакие предзаказки. Мне кажется, что сами фотокарты в плане их качества, разнообразия образов будут очень крутые. И, в общем-то, мне не захочется, как и в случае с Эспой, сильно заморачиваться на предзаказках. Если бы версий было меньше, карт на мембера было бы меньше, я бы, может, заморочилась. Пособирала, может, какие-то даже сеты или там все рецептымина попробовала. Но нет. Я хочу ограничиться альбомками. Поэтому десятым сетом у нас будет вот этот. И то есть у нас будет целиком страничка. Сверху селфи, снизу групповые карты. И все. На этом все. Если они также относятся по мемберам, то я также их сделаю сетапом по мемберам стандартным. В общем, давайте переходить в Binder и смотреть это все. Тут, в общем-то, достаточно все легко, потому что 4 мембера. И так как 2 сета на версию, то, например, вот раннер-версия будет на одной странице 2 сета. И Digipex и Смини будут вместе. В общем-то, на этом все. И давайте быстренько это все раскладывать. Да, в общем-то, возможно, я разделю как-то вот этот байндер, потому что он полный. И как раз, может быть, часть коллекции Шайни как-то с Теоном скооперирую. Например, вытащу отсюда все соло, творчество положу туда вместе с Теоном. Или, не знаю, в общем, я подумаю. Но пока мы с вами идем... Хороший вопрос, куда мы идем. Атлантис. Дальше у меня идут проекты ежегодные, СМ-овские. Давайте пойдем, наверное, в хронологическом порядке. И пойдем после СМС Ю Пэлос. Да, вот сюда. Мне нужно пять новых страниц. Да, этот байндер очень полон. Надо будет что-то с ним делать. Подумаем. У меня, в общем-то, есть много идей по переорганизации, где-то там расширению, как я уже говорила, про Твайс. И мы этим будем с вами заниматься, я думаю, во вторую половину лета как раз. Так, я в какой-то момент разозлилась, пока я писала все вот эти филеры, поэтому я их нормально не отсортировала. Сейчас мы будем с вами разбираться. Первый, я, наверное, хочу вот эту раннер-версию, потому что нам первыми эти тизеры запостили. Мне кажется, именно она будет... Хотя, с другой стороны, может быть и мейкер, потому что игровая тема у нас тоже идет активно. Давайте начнем с раннер, а потом будет мейкер. Так, вот у нас как раз мейкер. А вот пошла раннер. Да, и тут у меня, как вы видите, просто стикеры все, которые я нашла. Вот эти животные. Кибом, прости. У Темина вообще все, что оставалось, потому что мне не хватало на него животных. Какие-то вот такие коты, те коты, которые мои стандартные, вот эти бумажки. В общем, да, тут все очень-очень так себе. Но мы разобрали с вами версию раннер. И да, я раскладываю стандартно в порядке старшинства. И зеркально нижний ряд. Эту часть я точно буду ускорять, потому что это будет очень сложно. Они очень плохо клеятся к филеру, но хорошо клеятся с этой стороны. Зато очень-очень странные бумажки, но ладно. Это будет мотивировать меня собирать эту коллекцию быстрее. Страшненькие филеры. Да, в общем-то, концепция. Don't call me. Вот примерно такая. То есть 4 мембера и зеркальные 4 мембера. Да, изначально я думала, как здесь класть групповые карты в центр. Но да ладно, ничего страшного. Если я внезапно соберу эту всю коллекцию в адекватные сроки и захочу вернуться к предзаказкам, то и сделаю это. Ей. В центр мы будем с вами вставлять мои стандартные филеры с голографическими протекторами. Вот таким образом. Это все у нас будет выглядеть. Зато ярко, в общем-то. Нормально. Вторая версия, как мы уже обсудили, будет мейкер. И третий тогда, я уже думаю, пойдет наша третья версия фотобука, которая дример. Да, вот у нас версия дример. Наша третья страничка. Дальше. По логике бы, наверное, шла плей-версия, но так как там групповые карты, я думаю, мы оставим ее на конец. Дальше у нас будет страничка, где джипеки и эс-мини. И последняя страница. Да, здесь у нас будет плей-версия сверху и групповые карты снизу. Да, и для групповых карт у меня еще оставались мои коты, но, к сожалению, их было мало, чтобы сделать их для всех мемборов нормально. Поэтому я тут просто использовала остатки на самом деле. Это все. Итого мы имеем пять страниц. И я надеюсь, это не будет так сложно, как мне кажется. Может быть, я слишком себя накручиваю, и все по итогу получится проще и комфортнее. Я очень на это надеюсь. В любом случае, я очень жду камбэк. Сам альбом я жду невероятно. Я в огромном предвкушении. Мне так интересно, что будет у нас в плане музыки, как будет звучать заглавка. Я стараюсь так не сильно смотреть их сэмплеры. Я так приглушаю звук, чтобы не сделать себе спойлеры. Именно звучание. Но я думаю, что буквально, когда это видео уже вышло, нам, наверное, дали спойлер клипа. И его, я думаю, все-таки посмотрю. Но я в огромном предвкушении. Да, мое мнение по камбэку будет в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Большое спасибо, что посмотрели это видео со мной. И мы увидимся с вами в следующем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok